Вернуться к тем, то, что после страны Балтики изменялись в Европе. Во-первых, как вы пофантазируете, как вы представляете себе изменения в Европе? Ну, скажем, наличие зон, будет решаться еврозона, будут ли разные курсы, скажем, евро, и так далее. Почерк существует в Азии, в том числе, если ты можешь притолкнуть на эту тему. Это первый этаж, все-таки, страны Балтики. Вот они попадут в Старую Европу, вот в эту критерскую часть. Или они останутся в того сонда, в том числе, в том числе, в том числе, в том числе. То есть, если стратегический смысл, то большой, старой группы, то не можно, так сказать, погладить. Погладить, и использовать, ну, как бы, постик из своих наличных требований. То есть, я предлагаю поподробнее поговорить, все-таки, во второй части нашей темы. Ну, что касается изменений в Европе, на мой взгляд, сегодня все зависит от одной страны, которая называется Германия, и которая единственная сегодня обладает потенциалом и могла бы обладать политической волей, если захотела, на то, чтобы запустить реальную реформу Евросоюза. И это очень сложно именно для Германии. И это вообще такой исторический парадокс, что именно Германия оказалась в этой позиции. Сейчас Берлин, когда возникают проблемы новые, все смотрят на Берлин и говорят, ну, сделайте что-нибудь, вы же самые сильные, самые настоятельные. Как только Германия начинает предлагать что-то делать, а таких простых-то решений нет, решения все полезные, реакции на это так нет, стоп, это мы уже видели. Четвертый рейк, а спасибо не надо. То есть, такого, ну, цуб-цва, не делаешь плохо, делаешь плохо. Но я думаю, что выхода нет. То есть, Германии придется взять на себя ответственность, хотя она очень старательно ее избегает, но не хочет по понятным историческим причинам. Германию прекрасно устраивалась ситуация предыдущей эпохи, когда с нее не было никакого спроса, ты, главное, плати, а мы за тебя решим. И замечательно. Уже все, так не получится. Проблемой является то, что традиционный противовес Германии и одновременно ее партнер в лице Франции с европейской аренды сейчас исчез. Франции нет. Про Николя Самхази говорили, что он находится под каблуком у Мерки, издеваясь над ним. Он ходит под каблуком, его было видно. Да, он, как правило, поддерживал все, что говорил Меркель, но зато он, как обычно, на виду, явно все. А Ланда не существует. То есть, возник совершенно невероятный для истории европейской аренды феномен, когда Франции в этой дискуссии нет и не слышит. И это большая проблема для Германии, потому что, когда Германия действует одна, она тут же возбуждает весь комплекс исторических страхов и ассоциаций. Ей нужен партнер, который будет успокаивать других и говорить, все нормально, все под контролем, мы за ними следим. Видите, вот мы-то не боимся, и вы не будете. Как ни удивительно, таким партнером, на мой взгляд, на сегодняшний день может служить только Польша. Потому что Польша страна относительно благополучно экономически, политически достаточно весомная, не первый вариант, но уж точно второго. А самое главное, уж Польшу никто не заподозрит, что она, так сказать, испытывает исторические какие-то симпатии Германии. То есть, тоже так же, как Франция. Дизайн, который, наверное, будет возникать, ну, я не думаю, что это будут разные курсы евро, но это, скорее всего, будет некое ядро в виде еврозоны, а остальные будут вне нее, потому что еврозона будет требовать единой политики экономической. Уже вот так, как сейчас, невозможно это все понимать. То есть, те страны, которые способны выполнять немецкие предписания по фискальной дисциплине, вот они будут входить в евро. Их не так много. Остальные будут в той или иной форме, с ними ассоциированы, со своей валютой, ну, наверное, да, как-то. Это проблематично, потому что это отказ от декларированного принципа, что все равны. Ну, все-таки философия европейского единства, что все равны. Тут Люксембург, хоть Германия, они имеют равные права. Сейчас понятно, что равных прав не получится. Ну, значит, как-то надо будет искать вот какие-то балансы, объяснять, почему это хорошо. Ну, это как раз, я думаю, далеко придумано. Будет, наверное, некая европейская периферия, в которую войдут, помимо, Германия, Болгария, но у меня Балканы, которые придется принять, потому что иначе непонятно, что с ними делать. А она будет, ну, там, в какой-то форме протектората сильного ядра. Вот главный вопрос, вот в какой категории окажется фракция в итоге. Потому что политически она не может не быть в центре, экономически она может вполне не выдержать вот тех требований, которые будут выделять. В общем, очень сложная такая многоуровневая геометрия, которая будет формироваться в ближайшие годы. Если Германия не найдет в себе сил взять на себя это все, тогда я боюсь, что вот эта вот стагнация с постоянным затыканием тык будет продолжаться до какого-то еще большого кризиса. Но думаю, что Германию придется, потому что речь живет не о Европе, не только о Европе, но о ней саму. Потому что Германия главный бенефицар сегодня. Если все это, не дай бог, рублит, разлавится, то они, немцы, пострадают больше, чем те, которые беднее. Что касается стран Балтии, ну, я думаю, что балтийские страны просто в силу своего несущественного размера их легко адаптировать. И они вполне могут попасть вот в эту узкую группу просто так, ну, извините уж за неполиткорректное выражение, довезя к какой-нибудь крупной экономике, будь то шведской или германской. И самое главное, что балтийские страны можно, ну, как бы сказать, заставить выполнить те критерии, которые они должны выполнить, чтобы войти в эту еду. Грецию, как мы видим, или тем более Италию, заставить, ну, только если вот уж совсем ребенок, как Греция, да и то еще посмотрим, что там в итоге получится. Поэтому я думаю, что балтийские страны будут все равно как-то привязаны вот к этому центру. Это с точки зрения политической, это хорошо, с точки зрения чисто бытовой, я думаю, это довольно нервно, потому что все время придется под лозунгом, что мы должны держаться группы лидеров, придется все время что-нибудь затягивать, пояса там, воротники или еще что-нибудь. Ну, так как Эстония живет, по-моему, в этом состоянии уже 20 с лишним лет, но зато все-таки шанс удерживаться в этой группе есть. В отличие от стран Юго-Восточной Европы, которым, по-моему, это в принципе не светит. То есть, ну, вот они точно попадут в некую периферию, а если они попадают в периферию, то там вообще возникает очень много головной боли, потому что, ну, как мы видим, трансформацию политических систем, скажем, в той же Бенгрии, ну, совсем не такая, как вообще думали 10 лет назад, когда Бенгрия вступила в Евросоюз, и когда мы считаем, что движутся обратно. А если вспомнить там о всяких противоречиях между, например, Ленгрией и Румынией, по населению, там, по этническому фактору, ну, в общем, много интересного там может произойти, даже без Балкана. Ну, Балканы, это само собой. Так что, наверное, в конце концов, если все-таки оценивать вот эти вот решения, которые предстоят, и некую привилегию быть привязанным к центру, который заботится о порядке, наверное, все-таки вторая вот эта вот перевешива. По существу уничтожаются малые нации, а план Барбаросса тут ни при чем. Ну, а какие малые нации уничтожились-то? Я, в общем, не так, чтобы фанат Европейского Союза, но я что-то не вижу, а где уничтожены малые нации? Малые нации, в общем, многие из них неплохо себя чувствуют, нашли себе свое милое местечко, там, такая, у Словении, не знаю, или кто-то еще. Нет, это, конечно, не Третий рейх, и более того, вот, как я только что сказал, что страна, которая вообще могла бы претендовать на этот уровень, всячески отпихивается и открещивается. Европейский Союз, на мой взгляд, это вот пример того, как бойся, бойся с бывшим семьями лечить. Вот, действительно, европейская интеграция второй половины XX века, это великий проект, абсолютно. Вот он заслуживал Нобелевской премии. Не то, вот, недоразумение, которое вручали в прошлом году, значит, Борозу, Шульцу и кому там еще. А вот тот проект, и те люди, которые его затеяли в середине 50-х годов, вот они заслуживали, конечно, Нобелевской премии мира за то, что они вдруг вывели Западную Европу из того состояния кошмара, которого она сама себя загнала там в конце 19-го, начале 19-го, 20-го года. И это была хорошо работающая структура. А дальше возникла такая эйфория, после конца того времени, после распада СССР, что мы можем все. Оказалось, что все мы не можем, все никто не может. Ни Америка не может все, ни Китай не может все, ни Европа не может все. И вот сейчас, действительно, это расширившееся объединение, его и нельзя распустить, потому что это катастрофа, его нельзя бросить и непонятно как-то поддерживать на том уровне, на той планкой, которая была задана тогда. Поэтому, нет, это не третий рейд, это большая проблема для всех. Я надеюсь искренне, что Европа найдет выход, потому что Европа все-таки, словно, своей рациональностью и умрением этот выход находить, даже в самую тубиковую ситуацию. Вопрос по поводу возвращения к ценностям России. Возможно ли восстановление самодержавия в России? Самодержавия? Да. Как модель общества, организованного. А самодержавия вы имеете в виду, мы нового? Михалкова. Михалкова. А, Михалкова, возможно? Михалкова, да. Нет, я не серьезно, нет, конечно. По поводу поддержавия. Нет, ну, можно делать вид, что у нас традиционное православное общество, православие и народность уже есть, осталось только в самодержании. И можно даже выстраивать какую-то идеологическую платформу, там, не знаю, придумывать подбор цитат правильных, но это же никак не коррелирует с тем, что реально происходит в стране, в обществе, ну, совсем. Так что тренд в мире, как мы видим, ровно противоположный. Вот эта пресловутая демократизация, которую так хотели американцы, она происходит. Люди не хотят в разных частях мира, не хотят больше жить в самодержании, ну, или, там, авторитаризмом. Другое дело, что приводит это к совсем другим результатам, совсем не то, что хотелось бы дарить в Расе. И они все никак не поймут, как же так будет, демократия пришла в Египте, и вот так получается. Но то, что в современном, глобальном, прозрачном и прочем обществе установить обратно централизованную систему управления с богоданным монархом во главе невозможно, ну, это совершенно очевидно. Валтия через 10 лет пойдет в объятия России. Михаил Хайсин говорит, что это произойдет через 15-20 лет. А сколько времени этому сближению, это идет Федор Пьер. Знаете, что, я тогда не буду оригинальным, значит, Сарман считает, что через 10, Хайсин через 20, а я скажу через 30. Поскольку все равно никто не знает, что будет через 30 лет, почему-то не понимать. В России предреволюционная, насколько велика разобщенность общества по идеологическому признаку. Значит, ситуация в России не предреволюционная. Было ощущение у некоторых два года назад, что вот вроде как вот просто уже сейчас. И на Западе особенно была целая волна публикаций, таких с потиранием рук, ну, доигрался, доигрался этот самый Путин. Сейчас он будет так убажен. Ну, и тогда это казалось сильным преувеличением, уж тем более сейчас. Ситуация, конечно, не предреволюционная. Более того, тот всплеск активности, который имел конкретные, в общем, поводы, что ли, он затух. И его благополучно купировали. И надо сказать, что Путин, который вначале, ну, растерялся. Вот когда это случилось, неожиданно, в конце 2011 года, масштаб явно превзошел то, что кто-либо мог предположить там в Москве. И власть вначале несколько растерялась. Ну, не ожидать, бывает такое. Растили восход. Но потом он мобилизовался и, скажем, избирательную кампанию президентства он провел на 100%. То есть он переиграл в своих оппонентах и победил, я уж не знаю там с цифрами, с цифрами всегда у нас разночтение, но победил он вполне заслуженно. Он и переиграл. А вот дальше затух протест, а в воздухе повисло некое ощущение недосказанности и неудовлетворенности, причем на всех уровнях. От верха до низа, от номенклатуры до плебса, от лоялистов до протестантов, от всех ощущающих что-то не то. Что-то надо менять. Страна завязла в некотором этапе развития, из которого никак не может выйти. Это не предреволюционная ситуация, это ситуация зреющего запроса на перемены. Я не думаю, что Россия, как это говорят писатели беременной революции, у нас этих революций за предыдущий исторический период было столько, и последствия такие, с точки зрения цены человеческой жизни и так далее, что, по-моему, вот эта вот прививка, вот эта, ее еще хватит на некоторое время прививка. Иммунитета. Иммунитета, да. Но то, что все практически, формируется консенсус, что стране нужен револ, что уровень неэффективности всего, уровень бессмысленной траты денег с минимальной отдачей зашкаливает, вот это и есть. Причем, я говорю, на разных уровнях, это не то, что вот там Ленинов из Каспарова говорят, это говорят чиновники, высокопоставленные чиновники аппарата правительства. Все это понимают. И это отчасти связано вот с той темой, которую мы обсуждали выше, по поводу, так сказать, неких ценностных установок, потому что выясняется, что одними голыми экономическими реформами, как мы думали 20 лет назад, мы сейчас проведем правильную реформу, и все заработает. А что-то реформа оказалась неправильной, они не заработали почему. То есть вот тут какой-то нужен комплексный подход, прежде всего некий толчок идейный, что ли, или моральный, а потом уже на это накладывается. Но, еще раз, предпосыла для масштабной нестабильности я в России не вижу. Хотя есть много неприятных тенденций, и, например, главная проблема, которая мне кажется сейчас непонятно, как ее решать, это разобщенность общества и неспособность правильно формулировать хотя бы даже проблему. Потому что когда мы сейчас обсуждаем, когда мы сейчас в связи с последними событиями обсуждаем проблему миграции, и выскакивают, значит, бодрые ребята, в том числе из оппозиции, Навальный и прочее, которые говорят, значит так, вводим визы и все нормально. Ну не в визах же проблема-то, проблема-то в том, что этот рынок крышуют те же люди, которые должны их контролировать. В этом главная проблема. А визы ничего, в большом счете, не изменит. Но вот эта вот неспособность правильно установить диагноз, а если и установить, то полная апатия, что ли, ничего невозможно сделать, вот это проблема. И это непредимуционная ситуация, скорее, наоборот, как будто растущая недовольная индиференция, я бы сказал так. Будет ли подписан мирный договор между Россией и Японией без территориальных притензий? Как Япония относится к восточной политике России? Будет ли Япония мешать России в усилении ее влияния в тихо-канском университете? Значит, мирный договор между Россией и Японией, наверное, когда-нибудь будет подписан, сейчас явно нет. Потому что он был подписан? Нет. Не было. Не было, но не было. Ему договора не было. Санкт-Руциски. Все, все, не путают. Была попытка в 1956 году решить вопрос территории, которую торпедировали американцы, в общем, ничего из этого не вышло. Значит, с Японии интересный процесс. Решение территориального спора не предвидится. Ну, это слишком чувствительная тема для той и для другой страны. И там, и там вопрос национального престижа, а такие вопросы решаются всегда самым тяжелым образом. То есть дело не в акваториях, дело не в стратегической вакансии, а в том, что моя земля и все, и вот хоть ты треснешь. Но, что изменилось? Да, и пока мы не есть этот вопрос без сдвигов, то мирного договора не будем. Но, что изменилось? То есть изменилась ситуация в регионе. Вот вопрос, и дело не в том, что Япония будет мешать России усилению влияния в Тихомакане. Пока, к несчастью, влияние России там столь ничтожно, чтобы мешать нечем. И наоборот, Япония именно вот сейчас заинтересована в том, что влияние России там выросло. Ну, это определенный уровень, конечно. По той причине, что если там не будет расти влияние России, то там будет расти влияние в Тихомакане. А Японии хуже нету, чем вот это. И я вот буквально в последние, может, полгода, год, после смены правительства Японии, там вернулась в власти либеральной политической партии, беседуя с японскими коллегами, я вот чувствую изменение некоего баланса. Раньше как вопрос ставился, вот острова, а потом уже больше все остальное. Сейчас острова никуда не делись, но чуть-чуть смещается акцент. Острова очень важны. Но вы знаете, вообще-то, говоря, вот такая ситуация. Короче, вот это вот обоюдное опасение в связи с ростом Китая, а и Россия, и Япония, естественно, их испытывают по-разному, конечно. Они, в общем, толкают к тому, что этот основной вопрос может быть чуть-чуть отодвинуться, а развивать что-то другое, чтобы просто у России были более диверсифицированные связи в регионе, и у Японии были более диверсифицированные связи. Я не думаю, что это в обозримом будущем приведет к качеству прорыва, но то, что, например, японские компании, а в Японии все в том, что это свободная экономика, частный капитализм и все, но там, так сказать, слово государство и правительство, оно все-таки весит больше, чем, скажем, в Америке для бизнеса. Так вот, японские компании начинают всерьез рассматривать вопрос о том, что из Китая при всех безумных выгодах пребывания там, вообще говоря, стратегически придется уходить, потому что, если каждый конфликт вокруг какого-нибудь очередного острова Синкако, там, Гриды и Островов, будет заканчиваться погромами японских офисов, то, да, извините, может быть, вновь к черту матери эти приблизи. А вот на Россию, при всех наших прелестях, наших инвестиционных применений, начинают смотреть, как на место, где, ну, отчасти хотя бы, это могло бы заменить, вот, ну, теряемые выгоды в питании. Это только самое начало, это немножко наметилось, вполне возможно, что из этого ничего не выйдет. Но, все-таки, по сравнению с тем тупиком, который был в предыдущем несколько десятилетий, это изменение.